первый вопрос на сегодня добрый вечер меня интересует почему хадисы передающие сумму были написаны спустя 150 200 лет то есть брат спрашивает о том почему непосредственно после его светлости посланник аллах салаллах валили вас аром не были составлены сборники хадисов его светлости посланник аллах салала вали его сам и отвечая на этот вопрос необходимо обратить внимание на один очень очень важный момент этот момент заключается дорогие братья и сестры в том что что люди, которые пришли к власти, люди, которые взяли в свои руки руководство над мусульманской общиной после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям, они имели специфический взгляд на сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. То есть Абубакр, Умар и Усман, первые три халифа, последователями которых являются те люди, которые называют себя суннитами, так вот, вот эти люди, которые взяли в свои руки руководство над мусульманской общиной после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в алейхи в ассалям, имели особый взгляд и особое отношение к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. И в чем особенность этого отношения, в чем это заключалось, в чем заключалось вот это вот особое отношение к словам и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в алейхи в ассалям. В чем это заключалось? Заключалось это в том, что они считали себя более знающими, они считали себя разбирающимися лучше, чем посланник Аллаха. Да, насчет книги Аллаха они не пререкались. То есть есть книга Аллаха, есть Коран, который был неспослан, который является словом Бога. Да, они внешне покорились, но то, что говорил посланник Аллаха, относительно слов посланника Аллаха, они пререкались, они не соглашались с ним. И даже более того, бывало так порой, что они издевались над его светлостью, посланником Аллаха по поводу того, что он говорил, относительно того, что он говорил. Некие издевки были. И примеров в связи с этим огромное множество. Я не буду затягивать данный вопрос, объяснение и ответ на данный вопрос. Приведу несколько примеров. Опять-таки, по поводу того, как они это делали. Можно написать целый том книги. Даже более того, можно, наверное, несколько томов книг можно составить из этого. Естественно, мы все эти примеры сейчас разбирать не будем, их огромнейшее множество. Приведу один очень чувствительный пример, очень важный и значимый пример. Когда его светлость, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ваалю салям, уходил из этого мира, Перед тем, как покинут этот мир, его святлость, посланник Аллаха, хотел оставить завещание в письменном виде. Его святлость оставил завещание в устном виде, но видя, как эти люди халатно и даже враждебно относятся к его завещанию, его святлость захотел оставить завещание в письменном виде, чтобы у них не было никаких оправданий после его святлости посланника Аллаха. И что же эти люди сделали, когда его святлость хотела оставить завещание? И обратите внимание, его святлость посланника Аллаха подчеркивает, говорит, что я хочу оставить завещание, благодаря которому вы после меня никогда не заблудитесь. То есть перед уходом из этого мира посланник Аллаха хочет сделать решающее завещание. Завещание, которое не позволит мусульманской общине после его святлости посланника Аллаха заблудиться. И вот что здесь, например, делает Умар Блинхаттаб. Умар Блинхаттаб, который является решающей фигурой после его святлости посланника Аллаха, который правил долгое время, в отличие от того же Абу Бакра, который правил всего несколько лет, немного правил. В отличие от него, Умар правил намного дольше и даже более того, Умар имел очень большое влияние еще при правлении Абу Бакра. Так вот, что он говорит в Сахиха-ль-Бухари, это достовернейшая книга в суннидском учении, достовернейший сборник хадисов в суннидском учении. Когда его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, попросил принадлежности для письма, чтобы оставить завещание, это 114-й хадис, книга знаний, глава, письменная фиксация знаний. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, попросил принадлежности для письма, вот что говорит Умар Блин Хаттаба. Галабаху льваджи, говорит он. Кала Умар, иннаннабия галабаху льваджи, что воистину пророка одолела боль, одолели страдания. То есть, что это значит? Это значит, что он не понимает, что он говорит. Он не контролирует свою речь, он не понимает, что говорит, его одолела боль. Вот знаете, бывает такое, когда человек одолевает боль, когда человек болеет или человек страдает от чего-то, он начинает бредить. И Умар Блин Хаттаб приписывает подобное его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, и далее он говорит решающую фразу. Он говорит, у нас есть книга Аллаха, нам этого достаточно. То есть, то, что его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, хочет оставить нам, это не нужно, он говорит. Нам не нужно то, что он хочет нам оставить, то, что он хочет написать, то, что он хочет сказать, нам это неинтересно, он говорит. У нас есть книга Аллаха, нет никакой необходимости в том, чтобы записывать то, что он говорит. Нам нет необходимости записывать то, что он говорит. У нас есть книга Аллаха, говорит Умар Блин Хаттаб, который является решающей фигурой после его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейкум, в мусульманском мире. И как вы думаете, в таком обществе, где влиятельнейшей фигурой является именно Умар Блин Хаттаб, может ли быть такое, чтобы люди собирали слова и сунну, и хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейкум, конечно же нет. И этот хадис в множестве раз приводится в Сахиха Бухари, и в Сахиха Муслим это также приводится, это хадис, в Сахиха Муслим это хадис под номером 1637, и здесь разные слова передаются, вот Умар Блин Хаттаб, он говорит, а хаджара, он что бредит, то есть уже открыто говорит, да. В некоторых переданиях говорится, то есть одолела боль, но здесь, то есть они являются синонимами, одолела боль и бредит являются синонимами. И поэтому в некоторых других хадисах, в том же, например, в Сахиха Бухари, в хадисе 30168, говорит, ма ля ху ахаджара, Умар Блин Хаттаб говорит, что с ним, он что бредит, говорит, а его связано с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи вассалам. Или в другом предании, также из Сахиха Бухари, под номером 44301, говорит, ма ашану ахаджара, то есть, что с ним, что с ним происходит, он что бредит. То есть это неоднократно приводится, так же всяких муслим под номером 1637, это предание так же повторяется, где Умар Аб-Хаттаб приписывает бред его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям. И, конечно же, после ухода из жизни, из этого мира, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям, и эта политика является решающей политикой в мусульманском мире. Именно поэтому имеются предания, например, в Джамиюль-Хадисе, в котором говорится, что Абу-Бакр собрал предание, попросил принести ему хадисы, записанные хадисы, слова его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям, и сжег их. И даже более того, передается предание Мустадраке Хакима Анишабуре от Умар Аб-Хаттаба, что он говорил с подвижником, говорил, «Джарри дуль-Кур'ан», то есть, возьмите Коран и все, все остальное откиньте, «Джарри дуль-Кур'ан», он говорил. Это Мустадраке Хадис под номером 347, в котором говорится, что Умар Аб-Хаттаб с подвижником запрещал рассказывать предание. Говорил, «Джарри дуль-Кур'ан», «Ва акиллю ривая танжа сулиллах», «И не рассказывайте предание от посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям». Это слова Умар Аб-Хаттаба. И это предание, достоверное, Хаким Анишабуре говорит, что это предание имеет достоверный иснад. И в Тальхисе Шамсуддин Дахаби также говорит, что это достоверное предание, у которого множество цепочек передатчиков. И даже более того, в некоторых преданиях передается, что Умар Аб-Хаттаб наказывал некоторых сподвижников заточением, наказывал за то, что они рассказывали хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям. Например, Ибн Масуда в том же Мустадраке передается предание, что Умар Аб-Хаттаб заточил в Медине Ибн Масуда и Абу-Зара, Абу-Зара Аб-Гафари, величайшего сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям. Это хадис под номером 374 и 375. Здесь говорится, что Что Умар Аб-Хаттаб, обращаясь к Аб-Масуду Абу-Дарде и Абу-Зару, говорит, что это за хадисы, которые вы рассказываете от посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям. И он заточил их в Медине, за то, что они рассказывали хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейкум алейкум ассалям. После этого предания, Хаким Нишабури говорит, что это достоверное предание согласно условиям Бухари и Муслима. И также в Тальхисе Шамсудин Дахаби говорит, что он подтверждает, говорит, да, согласно условиям Муслима и Бухари, это достоверный хадис. Таким образом, совершенно очевидно и понятно, почему только спустя несколько веков появились первые сборники хадисов в суннитском мире. Но в шиитском мире среди шиитов сбор хадисов и записывание хадисов началось сразу после того, как из этого мира ушел его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейкум алейкум ассалям. Со времен его светлости Алибнаби Талиб, алейкум алейкум ассалям. То есть сподвижники, и это продолжалось вплоть до имама Хасана аль-Аскари, вплоть до 11-го имама, да, вплоть до того, как началось сокрытие 12-го имама. У каждого из имамов были сподвижники, которые собирали и записывали хадисы. И были небольшие сборники, небольшие книги, да, которые были непосредственно записаны из уст самого имама. И эти сборники у нас называются асля, асль, то есть терминологии в шиитской, терминологии в хадисоведении, в шиитском, эти книги называются асль. И известно, что их было 400, то есть за все это время их было 400 асляв, 400 сборников, небольших сборников, которые собирались на протяжении этих лет, начиная от его светлости имама Али, алейкум ассалям и заканчивая имам Хасаном аль-Аскари. Асль, то есть это небольшой сборник хадисов, который был записан непосредственно из уст самого имама, то есть не через передатчика, а именно из уст самого имама был записан. Но у этих асадов есть один момент, то что составители этих асадов, они, естественно, не классифицировали, то есть они не распределяли эти хадисы по каким-то главам или по каким-то темам. Они просто записывали все, что имам говорил и составляли эти книги. И поэтому вследствие этого эти асли со временем, то есть это где-то до второй половины 7 века хиджры, эти асли сохранялись в том виде, в котором они были записаны их авторами. До второй половины 7 века хиджры. Но вследствие того, что они были неудобны для использования, асли были неудобны для использования, то есть почему они были неудобны для использования, потому что там были собраны хадисы на разные темы, они не были распределены по темам. И поэтому со временем наши ученые переписали все эти хадисы со всех этих 400 книг и сборников, переписали эти хадисы и распределили их по главам. И эти хадисы сегодня содержатся у нас в таких книгах Аль-Кафи, Тахзиб, Истебсар и Ман-Ла-Яхдору-Хульфа-Ки. В этих четырех книгах, известных в наших сборниках хадисов, содержатся вот эти вот 400 аслав. И вследствие того, что наши ученые составили, то есть переписали эти хадисы в свои сборники, распределили их в удобные оглавления, то как бы не было никакой нужды дальше использовать и дальше переписывать, создавать экземпляры этих 400 книг. И, естественно, со временем они перестали существовать в том виде, в котором они были изначально. Поэтому в шрицком мире хадисоведение и сбор хадисов начинается еще со времен его светлого имама Али, алей-салат-в-салам. Почему в суннитском мире так поздно началось? И это довольно-таки удивительный парадокс, что они называют себя суннитами, то есть они говорят, что мы последователи, сунны посланник Аллаха, алей-салат-в-салам, которые запрещали сунны посланник Аллаха, алей-салат-в-салам. И мне порой удивительно, да, я удивляюсь, как в головах суннистских ученых вот эти вот парадоксы, как они вообще совместимы у них.